Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех ночей, в дикие джунгли, скорее. Продолжение следует... По сравнению с Блюетти, на Рейзере он как будто вообще не работал, а на Блюетти прям страшно просто в сторону куда-то что-то сказать, и моментально это не будет слышно. Ладно, хрен бы с ним, пойдем посмотрим, что тут случилось. И случилось тут то же самое, что и в поселении, в пиратском, тут произошла бойня. Только, судя по всему, если в пиратском поселке колонисты одержали верх и ворвались в зал, скажем так, в тронный, то здесь, очевидно, они потерпели сокрушительное поражение и теперь развешаны тут в праздничном порядке, в клетках, на колах. Кого-то саблей к деревяшке прибили каким-то образом, вообще непонятно. То есть он подпрыгнул, его в этот момент пронзили, что ли, так? Тут какое-то... Прям вообще, не знаю, как это, с кладбища слоновья из Короля Льва, где просто одни скелеты были. Подсказаньку дают мне зачем-то. Прыгайте по клеткам до уступа. Я так долго говорил, что просто игра, видимо, подумала, что я не знаю, куда мне идти, но здесь, по-моему, очевидно, что вот на этот столбик надо было залезть. А по клеткам я уже так-то лазил. Ничего не было. Выглядит ненадёжно. Триста лет оно всё тут стоит, висит и ещё столько же простоит. Как пристали не делали. Кто-то очень мудро написал в комментах, кстати, если сравнить мир, город в Last of Us, да, что с ним стало за 30 лет и что стало здесь с этими городами за 30 всего лишь, то окажется, что всё выглядит абсолютно одинаково. Ещё кто-то классно подметил, что интересно, как же жена Нейтана Дрейка на своей машине заехала туда, где они тачку нашли. Если там надо ездить по лифтам, по подъёмникам, по водопадам. Дворец-то неблохо сохранился. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Ну, косметический ремонт может спасти. С канализацией проблемы. У тебя в кустик не сходить, что ли? Посмотрим. Воу, театральный бинокль. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Эксперт. Я и забыл. Что ты у меня крутая. Ну, бинокль есть, не чё ты крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что... В этом. И он ещё целый. Да, Эвери ещё жив, наверное. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня всё-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Чёрт, чёрт. Сыпите комплиментами друг другу. Прям вообще. На перегонки. Сэм. Ну, хоть жив. Это пока. Пошли. Давай, крутая семейка. Время... Время идти в атаку. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Была не была. Копьё Купидона. Ну, а дальше куда? Они мне предлагают двигаться. Тупо в воду прыгать, что ли? Просто... Он так раскачивается, как будто куда-то надо допрыгнуть. Чё с ней будет? Она в воду плюхнулась. Ой, как... Вот какой здесь сочный цвет зелёный. Просто вообще, как будто, я не знаю, химию какую-то разлили. Где... Где раньше вся эта красочность была, боже мой. Прям... Прям... Прям вообще. Ну, снова беготня по руинам, которые в этой игре было и так с избытком. В общем, некоторые люди посчитали, что эту игру я незаслуженно захейтил, что я недооценил. Знаете, в этом кто виноват? В этом виноваты логвинов и журналы всякие разные. Когда я вижу, что игре наставили 10 из 10, я жду реально шедевра. А не игры, которая проплатила, блядь, свои оценки. Ну, серьёзно. Uncharted 4, это не шедевр. Тут ничего шедеврального нет. Нету шедеврального сюжета. Нету шедеврального геймплея. Тут даже спорить не о чем. И диалоги здесь отнюдь не шедевральны тоже. Так. Отец-основатель Кондент. Я знаю, что это по вашему приказу был разграблен и сожжён мой дом. Ваш брат отрицал ваше участие в этом деле. Но я же знаю, когда мне лгут. Теперь мне нужен новый меч, поскольку мой накрепко застрял в его кишках. Даю вам время до заката, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Отец-основатель Ингланд. Отец-основатель Кондент. Так отцы-основатели между собой ещё посрались. Санта-Барбара. Ну это как в пиратско-карибском море, типа на выборах короля пиратов. Говорит, каждый пират голосует за себя. Отец-основатель Кондент. Алло, это отец-основатель Ингланд. Вы отца-основателя Эвери не видели? Вот такие диалоги, прикиньте. Это как, блядь, комедий-клаб, да? Властелин планеты, там, Игорь. Император планеты Земля Егорка. Так, ну что, будем перестрелку устраивать или по-тихому попробуем? Ну давай, для галочки попробуем по-тихому. Обосрусь всем на радость. Ой, как, ой, как, ой, ой, ой. Вот это да. Блядь, где все эти красивости были всю эту игру? Вы вспомните, в каком сером говне игра начиналась? Вот это первая пещера серая, всё серое. Ничего не было цветастого. Они всё, наконец, приберегли. Вот вся бы игра была вот так сделана, я бы вообще... И рта не раскрыл. Сука. Всё, ну стелс был безбожно засран. Да и хер бы на него, блядь. Эта игра не про стелс, она именно про перестрелки. Но я уже говорил, что стелсить в игре, где нету бесшумного оружия, где нету приманки, невозможно. Невозможно тупо. Блядь, я понимаю, что мы... Меня подбрасывает, когда я стреляю. Но почему меня подбрасывает, когда я попадаю? То есть, когда по мне попадают? Не, ну понятно, да, почему. Пуля ударяет, как бы. Ну да, логично, в принципе. Согласен. Просто выбесило. А только ему в жбан прицелился, он в меня попал. Всё, я стреляю мимо, сука. Найте в жопу солью, блядь. Ха-ха-ха. Вот, сука. Ой-ой-ой. Что это бомбануло? Кого ты уложила? Вон они все живы. Вот, сука. В очко себе её засунь, говно. Ой-ой-ой. Суки, я на... Я на абордаж. Нихуя. Ой, попрощался. Надо вплавь уходить отсюда, я так думаю. Ой, блядь. Дайте же мне эту ганату. Ёбаный в рот. Ну, блядь. Ну, кто нахуй там с ракетомётом, блядь, сидит? Он чё, ебать, с танками воевать приехал? Какая нахуй базука, блядь, ублюдок? Выходи. Сука, ну и хуйня, блядь. Чекпоинт где-то посреди войны ебанутый, что ли, блядь? Ну, кто так делает? Я охуенный прыжок, блядь. Просто лучший за всю игру. Потому что он по траве бежит, пригнувшись, блядь. Он просто не разогнался. В пизду ваш стелс, блядь. Спарта, сука! А, вот он. Вот она, большая бедная. Ой, блядь. Вдогонку ещё в пердак, по-моему, пара пуль влетела для скорости. Че, я ожил хоть, нет? Всё-таки перестрелка здесь веселее остался. Ну, бочка, наверное, не достала этого чела в доспехах. Блин, вот в этом пистолете реально всё в два патрона. То есть, боезапас с собой вообще на него носить невозможно. То, что, ну, не найти просто. Ты находишь этот заряженный мушкетон или что-то такое. Стреляешь из него один раз и всё. Нет, тут есть ещё функция пометить врагов, конечно. Но, блядь, что-то ей даже пользоваться не хочется. Отсознание! Через лопухи снайпера не очень чё-то видно было. Вроде всё. Ты цела? Да. Сколько мы уже наёмников убили за всю игру? Там Рэйв чёся, блядь, армию нанял, что я не понимаю? Чё-то, по-моему, очень дохера они несут потери. Какие-то вообще безумные. Нам в клаку... Ой, снайперка нахер. Жопу гранатомёт. Зайка, да ты у меня капитан очевидность. Кто капитан? О, блядь. Зая, самое время выдать очередную охрененную идею. Давай, скажи, может нам в дырку спрыгнуть? Ну, скажи, ну почему... Ну чё ты? Ну ты ж капитан, ну... А, во. О. И что, они тоже этим маршрутом шли? Или мы какой-то другой дорогой двинулись? Даже, блядь, не знаю. Нырять, не нырять. Нет, тут больше ничего. Да. А, я понял, в этот можно втыкать эту херню, да? Нет? А, там веточка удачно выросла. Господи, мать природа даже нам помогает. О, сори, тёлку повесили. Ничего себе. О, чёрт. Надин притащила сюда целую армию. Ха-ха. О чём я сказал просто пятью минутами ранее? Они нашли сокровище? Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Дорогая, не хочешь себе винтажное платье? По-моему, она его почти не носила. О, жуть какая. Наверняка, честно, смотри, ещё волосы даже остались. Тут что-то есть. Почему-то тут рядом с трупами всегда записки. Отец-основатель Вонт. Я обещал вам скорую месть, что вы забрали у меня. Я заберу вас, отец-основатель Болдридж. Смотрите, ещё два отца-основателя не поделили. Не поделили эти несметные богатства. Короче, пираты просто посрались, блядь. И начали ебашить друг друга на перегонки. И кто-то под шумок утащил казну и слился. И это был, наверное, Эвери. Да, тёлку вздёрнуть, это, блядь, заебись. Да, похоже, они стали врагами. Но почему? Жадность, паранойя, деньги. Ну да, больше тёлок, больше проблем. Больше тёлок, больше тёрок. Ух, там ни хера такой водоворот, смотрите. Такое чувство, что нам туда. Где? Тут не подсадить? Вообще, если она встала бы тебе на ноги и подпрыгала... Давай осмотримся, ёпта, наверняка где-то есть ящик на колёсах. Ни хрена у неё разряд по плаванию. В таком течении она вообще... А, это не водоворот, это просто... Просто даже не знаю, что это. Освежает. А дождь, который тут льёт, тебя не освежает? О, вон, я вижу. У неё-то нету этой... Блядь. Не будет она со мной играть в ролевые про Тарзана с такими прыжками. Ура! Ящик на колёсах! Хвала ящикам на колёсах! Надо не дисмос у церковь строить, а ящику. Ящику с колёсиками. Он ещё и на него... Он ещё и на него хотел сесть. А, надо вытянуть его. Я почему-то вспоминаю этот... Святых из трущоб, когда они... Спорили брать верёвку или нет. Но, да, ладно. У Чарли Бронсона всегда своё обоя верёвка, он постоянно и пользуется. Ладно, бери свою ебучую верёвку. Взял свою верёвку. Вот она, верёвочка. Ну, ты заебал. Ты будешь заезжать сюда, нет? У Нейтона чё-то... Нейт, каша, блядь, мало ел. Нихера не тащит. Пустые ящики. Какого херта он не цепился? Да, мы вперёд. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Да, вдруг там ловушки. Я просто джентльмен. Просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Спасибо. Вы такие шутники. Ой, они такие милые. Блядь, нахуя я на кувырок нажал? Аквапарк! Паркетный аквапарк! Ой, есть контактный прыжок! Бомбочкой! Померимся, у кого в жопе занос больше. Моя, например, на дикообраза похожа, наверное. А ты, а я, блядь, даже отвечать не буду на тупые вопросы. Как тут нырять-то? Чё он не ныряет? Нырялка сломалась. Мы, Магданитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном всё тип-топ. Да. Ладно, всё. Пора идти. А до этого мы что делали? О, нырялка заработала. Обалдеть. Звучит, как угроза. Вау. Даже знамя. Иисус их наказал. Потоп это его метод. В тачку. Ой, какой Иисус. Бог. Не Иисус же топил. Ты погляди. О, ты погляди, нихуяся. Цапля с рыбой. Обалдеть. Это даже не сокровище. Он это даже не забрал, но почему-то уделил этому внимание. А это чё такое? Вот это квадратное, что это за херня? Откуда она отвалилась? Вау. Вообще лепнина сплошная. Ну, видно, да, что здесь VIP-дома. Наверняка тут какой-нибудь отец-основатель жил. Основательная хата, потому что... Такое ощущение, что где-то здесь играют на пианинке. Красиво. Тут какой-то любитель птиц охеренный тусил. Орнитолог-пират. Я думаю, что здесь жила мать-основательница Бонни. Судя по красным занавескам. Зачем мне вниз? Что-то я не понял. Ладно, давайте. Там ещё была комната, куда можно пройти. Но я думаю, что я назад теперь... Да, ты заебал. Назад я не смогу вернуться, да. Мне кажется, ну, здесь просто записки. Может, они... Тут какие-то обалденные. А может, и нет. Надеюсь, мы не опёздали. Да, вот здесь против течения Нейтан не выгребает, по-моему, да. Вот плохо, что нету карты. Непонятно, куда надо идти, куда не надо. Эти пушки сюда откуда-то перетащили. Инпровизированные укрепления. С корабля, наверное. Мы ждали вражды между собой. Ну да. А, вот можно круг почёта сделать, смотрите. Уи! Ай, блядь, куда? Сука, дерьмо. Нам в окно? Не, я хочу, блядь, обратно в дом. Давай, мудак, куда тебя несёт? Господи, давай, греби. Да нихуя подобного. Я не в это течение прыгаю. Почему меня сюда сносят? Тупое говно. Глупые скрипты. Ладно, пошли. Хер с этими записками. Всё равно так и так в конце игры расскажут, что-то случилось. Ну, какая красота. Где, блин? Чем этот дом отличается от предыдущего? Ну, ещё один заплыв. Да, против... Против течения. Против... Сильнее, чем кажется. Против ветра, цать километров. Правый боковой. Ой. Встречная электри... Так. Может, стол подвинем? Нет. Стол не наш метод. Тогда... Чё, и не сюда, да? Чё, я остановлюсь. Я вижу, что вон там можно. Но он и до туда не... Течение сильное. Он и до туда не может доплыть. Ищем другой путь на ту сторону. Ебать, я слушаю твои предложения, недоумок. Там проплыть два метра, сука, не можешь. Так. Если оттуда шкаф сюда свалится. Блядь. Ну, вот путь наверх. Вот, берёшь стульчик нахер. Берёшь вот это говно. Ставишь стульчик на это говно. Подымаешься, резишь. Высоко не подсадишь. Да. Ну, откуда у главного героя мозгов-то, блядь, на такую сложную операцию, не правда ли? Ебак-лак. Мне вообще, блядь, сюда или чё? Или куда? Чё надо-то? Я вообще не ходу... У меня нет вообще ни одной идеи. Чё они хотят сейчас, чтобы я сделал? Верёвку цеплять некуда, блядь. Ну, сейчас опять 5 минут дрочива и подсказку дадут. И здесь никак, и там никак, и тут никак. Окей, пойдём. Пойдём гулять. Чё ещё делать-то? Может, тут на крышу можно залезть? Может, можно, блядь, стекло разбить и пройти? Дверь с ноги ударить, которой 300 лет. Можно попробовать. Столько вариантов, но, блядь, Дрейк ничего не хочет делать. Ему ничего не интересно. Вон туда бы можно было бы, если бы здесь где-то верёвка цеплялась. С разгону туда залететь. Как он умеет это делать, но нет. Какое-то стекло светлое. Чё делать? Давай, блядь, стоять, ждать, когда они подсказку дадут. У меня варианты кончились. Вообще наглухо. Вообще не понимаю. Там мы не можем. Тут мы, блядь, не хотим. По-научному мы не умеем. Семья Дрейков, блядь. Блядь, ебать, какой момент тупорылый вообще. А, я понял, я понял. Да. Течение есть, но... Тут игра-то, блядь. Прыжки, прыжки из позиции на жопе, блядь. А, ну здесь нужна помощь зала. Нужна помощь жены. Давай, толстожопая, быстрей. А тебе кто опустит, интересно? Хорошо. Обращайся. Спасибо. Из тебя отличная гиря. Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент. Она знает, что замужем за дебилом, поэтому прощает ему все подобные выражения. Ну, окей, я могу прыгнуть сюда, и что? Что это даст? Где проход-то нужен? Мне вообще куда надо-то? Надо, блядь, на второй этаж. Поглотался водой. Блядь, а что ты рот открываешь под водой? А, так, окей. Наверняка здесь есть ящик на колесах, который Елена будет использовать. А, нет, можно... Я наверху, еще путь для тебя. Да кинь ты и веревку, уж хоть раз в жизни задолбал, блядь. Охуенно. Не получится. Бодибилдер, блядь, липовый. Один не справлюсь. Хорошо. Нужны твои бицепсы, сладкая. А, вот, все-таки, все-таки этот шкаф, да. Поберегись! Ну вот. Отлично. А, и он что, стоя упал, да? Охотно верю. Пойдем, родная, поработаем с тановой тягой. Мы же не можем просто пнуть эту бочку, чтобы полка упала, и пройти. Да, мы должны это поднять обязательно. Охуеть! Они как это тупо не делают, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Логика и здравомыслие... Это не козырь этого разработчика, судя по всему. Смотри. Знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение. А первый тогда где жил? В пирамиде, что ли? Тут еще большие краши дома просто нет, по-моему. Опа-на! Похавали, ребята. Да, у безумного шляпника. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Они в деревянные карты играли? Или что это так? А у них у каждого бейджик был. Они в лицо друг друга же не знали. Я что-то сразу это понял, не знаю. Отравили, наверное, блядь. Я тоже это... Я, наверное, пойду на шоу экстрасенсов на ТНТ. Очевидно. Че-то я прозорливый стал до хрена. Это что, типа общество богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Лорд Эвери. Подпись Тома Стью. Лорд. А чью-то тут и нет, ну да. Ну, конечно. Томас Стью. И Эвери. Генри Эвери. Отравили. Где вы не стали дожидаться конца вечеринки? Как это нелюбезно с их стороны? Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровища. То есть, людей они убрали, а меж собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы как уж там было отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья! За Бога свободу все дела. Чтоб киль стоял и ветры были, ёпта. Кроме этих двух. Которые не пьют за такую хуйню, да? Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Охуеть! Невероятно. Да. Да. Так же, что у каждого из них была деревянная визитка с собой. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме, надо заглянуть к Эвери. Переспим на этом столе? Пошли. Нет. Не, ну ты прикинь, какие бы мы фотки могли слить в Инстаграм. Кто еще мог бы здесь совокупиться на глазах на пустых глазницах у самых известных в мире пиратов? Это та записка, которую она читала. Правильно я понял? Блядь, а вдруг я неправильно понял? Которая, блядь, из них-то? Вот это, наверное, последняя. Ага. Да, это та самая записка. О, еще что-то. А, ну да, время порисовать. Для потомков. Конечно. Для подонков. Пинка дадим, в жопу трахнем, мы пираты Сомали. Йохохо. А которая из них Эмбони? Все скелеты выглядят здесь мужскими. С этими, с буклями. Вот это, наверное. На этом вообще, по-моему, мундир времен гражданской войны. Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. А вот, наверное. Нарядная, длинные, светлые волосы. Хер их поймешь. Че, у меня граната есть? Блищ, 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 вы убитые. Ну, там, где, наверное, Тью и Эвери между собой, наверное, тоже в конце свели счеты. Раз, что они такие гандоны, я думаю, они друг другу... Другой, бля, еблан какой! Ну, что ты делаешь-то постоянно, блядь? Пиздец-то. Я не знаю, тебя, наверное, при рождении в жопу Бог поцеловал. Как ты, блядь, выживаешь в таких ситуациях? Да. Ничего, у тебя жопа. На самом деле, при непонятных... Насчет непонятной выживания на комсомольце Мичман выжил вообще восемь раз подряд, просто или сколько, семь или восемь раз. Блядь, а что, они уехать должны были? Хватит меня отвлекать на всякую залогу. Смотри в оба, хорошо? О, а это что такое? А, это крыша дома. Вот, но там документалку скачайте, посмотрите. Как там у вас? Слюсаренко или Слюсаренко, Мичман. Пиздец просто. Нейтан Дрейк там просто отдыхает по сравнению с тем, что чувак этот в течение часа, по-моему, сколько раз он был просто одной ногой уже в могиле и все равно выжил. Единственный, по-моему, выжил. И теперь мы в доме Генри Эвери. А, да. Точно, у них же... Они дома друг перед другом построили. То есть, сначала он Хибара Томаса Тью, чтобы сначала ее разграбили, а потом уже Хижина Эвери. Сразу понятно, золотые тарелки какие-то или медные. Ну, стены вообще прям... Короче, это пираты, которые захотели быть королями. Слово дня показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Питерн, кому дел. Питерн, работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Показуха. Слово дня роскошь. Что там, блядь? Ты не могла подойти? И чего? Я нажал. Да пошла ты. Это все, что ты можешь? Что ты хочешь попробовать? Не, Зай, тебе если что нравится, ты бери. Продадим потом. Так. Что, вниз что ли? Отлично. Ездить жопой по грязи, такое ощущение, что любимое занятие, Дрейк. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли? Ну, по следам твоя жена блондинкой то сообразила. В кого ты такой тупой? Привет. Привет, что? Привет, следы? Они почему-то оставили пистолет на каждом оружейном ящике. наемники. Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Думаешь, тут пираты призраки? Было бы охеренно, если бы они тут были, но нет. Как она прям впереди оказалась? Если я выстрелю в воздух, на нас нападут, интересно? Смотрите, сколько ящиков с оружием они туда ставили. Ходить кругами это, конечно, мое любимое занятие. О, блядь. Елена, смотри. Следы ведут в эту дверь. Ну, она заперта, я думаю. черт, завалена с той стороны. Вот это неожиданно. Они нашли что-то. Помоги мне открыть. И что, блядь, они нашли что-то, и чтоб ты не пришел и не отнял. Охуенно. А если они за дверью стоят просто? О! Чего и следовало, блядь, ожидать? Семья ваших тупых, блядь. Дорогая, меня больше, блядь, вот хуело с пулеметом напрягает, чем твой снайпер. Давай, пора высовываться. Давай, 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 блядь. Долго так? Куда ты нахуй выбежал? Ебла нищая, блядь, помойная. Сука тебе. Выбей! Падай нахуй. Лучше с высоты разобьемся, чем нас убьют. Ну, что, спустится кто-нибудь, нет? Или они по лесенке предпочитают? Граната. Щелк. пиздец. Снимите с него снайпер. Ломи их. Хуяй, блядь, снайпер. В рот ему ноги снайпер. По-моему, в него там столько пуль влетело, пока я его окучивал. Что даже неприлично. вообще, блядь, умирать-то собирается, нет, блядь. да, копатель онлайн нашелся, блядь, пошла в жопу. Пошла в жопу. Ну-ка, дай-ка. Блядь, с этой хуйней нельзя даже прыгнуться. Ёб твою мать! Пиздец этим пулеметом, конечно, блядь. Да дай ты ему пизды, блядь. Чёп твою мать, а я думаю, чё тут столько ящиков, да это укрытие просто. Решили не запариваться, не придумывать, тут мебель не расставлять, просто ящиков оружейных понатыкали. По-моему, скоро эта сестра Уверима останется единственным наемником в своей наемничьей компании, потому что ее численность сотрудников сокращается просто стремительно. Да, нахуя они заперли за собой дверь, давай постучимся в нее. Это засада! Кто бы мог подумать, что у них хватит на это мозгов? Они же сраные наемники, они ничего не должны, даже ничего не уметь. блядь. еще и с какими пушками они нападали. Фал. Где калашников, блядь? Все, все эти наемники, негодяи, пираты, сомалийские, все с калашниковым же, не? Ай, блядь. Ну, поехали. Готово? Давай еще раз по-тарабаним. О! Йо-хо-хоу, Томас Чью! Эвери. Я же сказал, тут рядом с каждым трупом по письму. Мои верные подданные тучи сгустились на драйм, но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать, взорвать дамбу, уничтожить новый Деван. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Спасибо. Это как в мультике. Я спрятал котлету где? У себя в животике. Ой, блядь. Давай искать ход. Нифига кабинет. Он тут что, бля, писательством занимался каким-то мощным, наверное, не? Все, тут следы обрываются. Ну и куда они пошли? Пираты, призраки. Вау. Шкура тигра, которой 300 лет. Посмотримся. Ух ты, бля, вообще. Вот это да. Наверняка где-то здесь нарисована очередная карта, где корабль стоит, чтобы Эвери не забыл дорогу. Подожди, с этого балкона... Чуть такое, тарелка, блюдце. Так, двери тут нет. Нахрен вообще этот балкон здесь нужен, чтобы смотреть на вот эту хрень. тиши, ёпта. Ну, что дал осмотр местности? Ничего, наверное. Ужди, окно разбито. О! О! Как бы мне туда попасть, интересно. Не, ну, так, конечно, уже... Так головоломки не решаются уже лет 10 в играх, к сожалению. зажигалка, Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? А, блядь, ну, понятно. Глобус. Пиздец, надо просто глобус повернуть. В очередной раз я спрашиваю, блядь, как это работает. В письме сказано, что Эвери переместил сокровища в страну. Этот, этот, блядь, думаешь, сокровища еще на острове? Я думаю... Сладенькая, ротик-то, закрой на минуточку, ёпта. Смотрите, что вот этот глобус, да, этот стол, он даже, блядь, ни с чем не соединен, он стоит просто на ножках. Каким хреном поворот этого сраного глобуса открывает каменную лестницу с хуйпами и каким механизмом я вообще, блядь, не представляю. Может, телекинез какой-то, я не знаю, задействован, ну, просто пиздец. Просто, понимаете, разработчик даже не пытался продумывать как-то вот такие вещи. Просто на похуй лепил все подряд, блядь. А, надо сделать, чтобы тут, короче, секретный ход открылся. Ну, давайте для этого надо будет глобус повернуть, заебись. Что дальше? Может, надо будет лизнуть дверную ручку, я не знаю, ну, пиздец. 10 из 10, однозначно, блядь. Я бы никогда не догадался, что надо глобус повернуть, просто потому, что это тупо пиздец. Ну, блядь, для детей, говорю. Ладно бы дети 10 из 10 этой игре ставили, но когда ставят логвинов, и когда ставят все журналы популярные игровые, то надо просто глаза на все условности закрыть. Не ударься. Похоже, Эвари устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. Какое клише, господи. Смотрится ненадежно. Да. Падение Эвери. Ну что ж, падение Эвери мы оставим на следующую часть, буду проходить теперь вот по одной главе, наверное, не знаю. Что, неприятно? 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 Наверное, неприятно. Ладно, что-нибудь вы жмите, что-нибудь пишите, пишите ваши мысли по поводу того, как связан глобус с каменной лестницей. Ну и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok